Добрый день, привет! Хочу поделиться своими пустыми баночками за январь-февраль. У меня закончилось достаточно много средств и хочу с вами поделиться своим мнением о них. Начну со средств по уходу за волосами. У меня закончились две маски от Доктор Санта. Маска мне очень нравится, я ее покупаю уже не первый год. Это, наверное, уже не десятая и даже не двадцатая баночка. С учетом длины моих волос расходуется достаточно быстро. Маска очень приятная, она силиконистая. Тут уже ничего не осталось, конечно. Она силиконистая, хорошо питает волосы, придает блеск волосам. И пахнет очень вкусно грушей. И аромат остается достаточно надолго на волосах. Так. Следующее, что хочу вам показать, это шампунь, который использовала в этом месяце. Пантин Прови, шелк и сияние. Это достаточно новая линейка. Мне шампунь понравился. Он, конечно, достаточно густой, хорошо пенится. Расход у него маленький. Волосы при этом не сушат. И за счет густоты консистенции, того, что он пенится достаточно обильно, и расход у него совсем небольшой. Следующее, что хочу показать, это, наверное, будут продукты по уходу за телом. У меня закончился гель для душа. Иннатур, по-моему, с инжиром. Антиоксидантный гель для душа. На самом деле инжиром он совсем не пахнет. Пахнет он больше земляникой какой-то вкусный, натуральный у него аромат. Гель густой, пенится хорошо, но и при этом смывается достаточно неплохо. Так, далее. Я, конечно, наверное, в следующих месяцах не буду делиться такими продуктами, как дезодоранты, но про вот этот дезик хочу вам сказать, что он просто отвратительный. Мне он вообще не понравился. Обычно беру Рексону. Да, у нее ароматы бывают порой рисковаты, но хорошо защищает от пота. Так вот, вот этот дезодорант не защищает ни от пота, ни от запаха. Плюс периодически оставлял белые пятна на одежде, поэтому вообще не понравился. И повторять вот этот дезик я точно не буду. Так. Следующий продукт. Хочу также показать вам новинку от Блиндомед. Это зубная паста. Тоже не будет часто мелькать у меня на канале такие продукты. Но поскольку это новинка, решила поделиться. Паста мне это очень понравилась. У нее хороший мятный вкус. Достаточно мягкий, сладкий, поэтому мне она понравилась. Я не люблю пасты зубные с сильным привкусом острой мяты. А эта вот паста мне очень понравилась. Очищает она хорошо. Хорошо освежает дыхание. Так. Следующий продукт. Хочу вам показать. Это продукты по уходу за кожей лица. У меня закончилось два вот таких вот геля. Я постоянно им пользуюсь. Вот для Рош Пассе. Вот. И Фоклар. Они, в принципе, одинаково работают на моей коже. Кожа у меня жирная. Точнее, она комбинированная, но склонна к жирности в Т-зоне. Остальные участки нормальные. Гель очень хорошо очищает кожу. Не подсушивает. Но немножечко стягивает, конечно, ее. Вот. В принципе, это стянутость. Легко убирается тониками для лица. Эти гели мне нравятся. Они жидковаты, но хорошо пенятся. И расход у них минимальный. Разницы, если честно, между этими гелями я не вижу вообще. По крайней мере, вот при работе на моей коже. Так. Следующее, что хочу показать. Это две маски, которые использовала. Первая. Это увлажняющая маска от Урьяж. Ночная маска. Мне она не очень понравилась. Если честно, я не люблю такого типа продукта. Мне он попался в бьюти боксе. Маска хорошая. Она с таким голубоватым оттенком. На термальной воде гелевая. Но что мне не понравилось. Во-первых, она достаточно трудно смывается. Я ее в качестве ночной не использовала. Использовала просто на 10 минут наносила. И потом смывала. Увлажняет она хорошо. Работает, в принципе, как большинство увлажняющих тканевых масок. При этом необходимо смывать. Но считаю, что за свою цену все-таки хотелось бы большего эффекта. Потому что кроме увлажнения она не дает больше ничего. Ни тон кожи не выравнивает. Ни поры не сужает. То есть просто средненько увлажняет кожу. Теперь хочу показать то, что мне очень понравилось. Мне эта маска от E-Cooking попалась в боксе Look Fantastic. Я покупала на Черной Пятнице. Они выходили вообще, по-моему, по 500 рублей эти боксы. И в одном из боксов там была вот эта пеленых маска. Мне она очень понравилась. Она хорошо отшелушивает кожу. Мягкая, нежная. Но смотрите, маска может вызвать покраснение первое время. Поэтому первые пару раз, когда я ее наносила, уже буквально через пару минут у меня кожа начинала немного краснеть. Хотя я достаточно давно уже пользуюсь кислотами в уходе. Маска мне это очень понравилась. Она хорошо выравнивает тон лица, отшелушивает, сужает поры, вычищает все из пор. У меня есть расширенные поры в зоне носа. И они склонны к черным точкам. Так вот эта маска вытягивает практически все. И на третье, наверное, применение, третье, четвертое, краснота у меня уже перестала появляться. И я могла маску спокойно держать уже 10-15 минут. Мне очень понравилось. Так, дальше по уходу. Я использовала тоник от Леката с гликолевой кислотой. Мне он не понравился. У него отвратительный запах. Периодически щипал кожу. И какого-то эффекта, как от большинства тоников с кислотами, например, сияния, ничего он не придавал. Поры не сужал. Самый обычный тоник с отвратительной отдушкой. Так. Следующее, что хочу показать, это, наверное, две мицеллярки, которые я использовала. Обе мицеллярки мне очень нравятся. От Виши я повторяю постоянно. Это мицеллярка, которой я пользуюсь всегда. Но мне присылали на обзор вот эту мицеллярку от Эуцерин. Для проблемной кожи она идет, по-моему, в линейке. Мицеллярка очень понравилась. Они примерно одинаковы по действию. Хорошо смывают макияж. Не щиплет кожу глаз. Не вызывают раздражения. Водостойкие туши смывают хорошо. Мне, в принципе, очень нравятся. И после смывания ощущение липкости, стянутости на коже они не оставляют. Планирую повторить вот эту мицеллярку. Очень уж она мне понравилась. Потому что в перерасчете примерно одинаково они выходят по цене. Так, дальше хочу вам показать крем, который у меня попался также мне в боксе от Шари. Мне он не понравился. Вообще гиалуроновый крем для лица, для всех типов кожи. Очень легкий. Особо ничего не делает. Увлажняет лишь. Не оставляет липкости. Ну и исходя из того, что этот крем был с подходящим сроком годности, мне это также подпортило все настроение. Но вообще крем такой среднячок. Мне не очень понравился. Я не люблю такие. Так. Следующее, что у меня закончилось, это масло для кутикулы Масура с ароматом шоколада. Масло мне очень нравится. Я периодически беру средства Масура для ухода за телом и кожей рук. В принципе, мне все понравилось. Увлажняет, питает кутикулу хорошо, продлевает хороший вид маникюру надолго. Поэтому масла такого мне хватило больше, чем на полгода. При том, что я им пользовалась регулярно. Расход у него очень маленький. Так. Ну и забыла показать вам из ухода для тела. Это звездочки от Сифора. У меня в этом месяце была одна. Как правило, эти звездочки я покупаю, когда происходят какие-то глюки в Сифоре с подарками от минимальной суммы. Поэтому я всегда беру эту звездочку и попадается какой-то подарок. В прошлом месяце был глюк от любой суммы. Добавлялся наборчик ланком, где была миниатюрка парфюма и лосьон для тела. Поэтому вышло очень выгодно. За 100 рублей я приобрела такой набор и звездочку. В общем, звездочки из Сифоры мне нравятся. Но вот это самое любимое. У нее самый приятный аромат. Она пахнет цветами вишни. Аромат вкусный, сладкий, цветочный. Распространяется на всю ванну. При этом он очень нежный, неудушающий и не кажется химозным. Мне эти звездочки очень нравятся. Растворяются они, ну не сказать, что быстро, за 2-3 минуты. Звездочки маленькие вот такие. При этом звездочки не крошатся, хорошо бурлят. Вода окрашивается такой в молочный оттенок, когда вот использую. Мне очень нравится, ну как баловство. Так, и теперь по декоративке. В этом месяце у меня закончился тональный от Элиан. Я его тут воскребала. Ну, что хочу сказать. Этот тональный крем я покупаю уже, наверное, третий раз. У меня сейчас в ходу тоже оттенок, только другой. Если это пятый оттенок, айвори, то сейчас я пользуюсь десятым оттенком. Тональный крем этот мне очень нравится. У него среднее покрытие для комбинированной кожи. Мне он хорошо подходит. Он не матовый полностью, таким с естественным финишем. Хорошо держится, в поры не проваливается. И когда рассматриваю кожу в зеркале, то не вижу каких-либо изъянов. То есть тон полностью сливается с родным оттенком. Тональный мне это очень нравится. Я его повторяю регулярно. Так, что по декоративке еще? В этом месяце у меня также закончился карандашик вот такой от Kiss New York Professionals. Он был в таком баклажановом оттенке. Сейчас покажу, может, что-то еще осталось. Да, вот остатки баклажановой оттенки. На самом деле карандаш мне очень нравился. Я не знаю, хочу, если честно, его открыть. Видела на YouTube видео, что девочки как-то проталкивают в автоматических карандашах грифель. Поэтому интересно. Карандаш мне этот нравился. У него интересный оттенок. Он в реальности чуть лучше. Это коричневый карандаш с легким фиолетовым отблеском. Хороший. Мне понравился и в качестве подложки, и в качестве каяла при нанесении на слизистый. Держится хорошо. Вопросов никаких нет. Не уверена, конечно, что сейчас они есть в продаже. Потому что этому карандашу, наверное, пару лет. Он у меня одно время валялся в коллекции. И за последнее время я его прям целенаправленно использовала, чтобы закончить и вывести из своей коллекции. Так. И остались у меня пара пробничков парфюма, которые тоже хочу показать. Потому что парфюм заслуживает свое внимание. Первое это Lancome La Vista's Belle. Парфюм легенда, конечно. Очень вкусно пахнет. Сладкий цветочный аромат. Но при этом, если переборщить, удушит напрочь. Пары пшиков вполне достаточно, потому что иначе он начинает свербить. Это явно такой, ну, не тяжелый аромат. Но, тем не менее, требует дозированного нанесения. Времени года у этого аромата я не вижу. Он, в принципе, может и на лето подойти, если использовать совсем чуть-чуть. Но мне очень нравится, как он раскрывается именно в холодный период. Очень нравится. Ношу его в офис. В принципе, ни у кого никаких неприятных ощущений он не вызывает. Хороший аромат, который уже стал классикой. У меня есть также версия в роллере с этим ароматом. Поэтому мне понравился. Ну и, конечно, фаворит этой зимы. Это новинка от Линтердит, от Живанши. Линтердит Руж. Аромат очень вкусный. Для меня этот аромат ассоциируется с глинтвейном. Такое что-то пряное, сладкое, вкусное, тягучее, винное. Прям очень вкусный аромат. Явно на холодный период времени, потому что летом будет тяжеловат. Вечерний, окутывающий. Очень вкусный. Я всем советую попробовать его. И мне очень понравился. Пустые баночки я решила также снимать. Но к концу года я буду хранить, наверное, только лишь пустышки-декоративки. Потому что пустых баночек образовывается очень много. И хранить их, в принципе, негде. Но при этом я хочу ввести формат пустых баночек. Ввести его каждые два месяца, так же, как и Project Pen. Чтобы отслеживать количество косметики, которые у меня используются. А на этом все. Всем спасибо. Рада буду, если будете подписываться, оставлять комментарии. Может быть, вы тоже так же чем-то пользуетесь. Поделитесь своим мнением. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok